Доброе утро! Да, это домропикколо так называемое, многие знают, что есть флейта пикколо, а это домропикколо, но на самом деле вот здесь три струны, играют на ней медиатором, не руками А, все-таки я портил Домропикколо не предназначено непосредственно для детей, хотя мы заявляем УЗИ детской музыки, но в силу своего небольшого размера дети на ней играют А это значит скрипка пикколо? Нет, это скрипка так называемая одна десятая, мы очень долго спорили по поводу ее размера Она предназначена для детей четырех лет Ого! То есть на ней правда играть можно? Да, но это не предел То есть есть еще одна... Еще меньше? Да, есть еще одна шестнадцатая, одна тридцать вторая Ой, страшное дело Подождите, а звуки они издают такие же, как и большие скрипки? Ну, конечно, как правило, на маленьких скрипках звук, он не такой, как на скрипке Страдивари Однако для первых каких-то шагов, для обучения, для приучения ребенка к музыкальным инструментам такие скрипки вполне подходят Мы не зря ведь говорим о музыкальных инструментах, которые представлены в детской филармонии, потому что вы будете открыты как площадка 18 мая в ночь музеев То есть все эти инструменты можно будет потрогать своими руками, посмотреть, поиграть, покрутить? Ну, все не обещаем, потому что многие владельцы, как бы, просят специально в витрину положить инструменты, они редкие, например, одну десятую сейчас практически нигде не встретишь, да еще и начало девяностых А вы прямо вот адресно, да, вот так вот собирали? Да, да, мы собираем эти инструменты Это скрипка в коллекции или это играет на ней какой-то маленький четырехлетний мальчик? На этой скрипке играют в музыкальной школе, то есть это рабочий инструмент Рабочий инструмент, надо же Здорово! То есть, кроме того, что можно будет посмотреть некоторые из экспонатов, даже потрогать и поиграть, попробовать, да, свои силы детям в эту ночь музеев Что еще можно, что это за музыкальный квест, который придумала Свердловская детская филармония? Ну, это на самом деле такое испытание не для слабонервных, потому что мы сами боимся спускаться в наши подвалы, они очень колоритные В конце экскурсии посетителям предложат спуститься в подвал, прогуляться по нему, экскурсовода не будет, ориентироваться придется буквально на слух На слух? На звук музыкального инструмента, угадывать, что это за музыкальный инструмент, ну, в общем, выберутся только те, кто внимательно слушал экскурсию Подождите, они останутся до утра, видимо, утром мы извлечем Все, Юля, тебе туда вход запрещен Ты видела, как показала Татьяна, говорит, а всех остальных мы утром, мы как бы лопаткой Нет, ключиком так откроем Музыкальный квест, чем еще детская филармония будет удивлять в ночь музеев? Ну, как бы, квест это, конечно, очень круто, но, может быть, еще что-то будет? Ну, конечно, во-первых, в музее мини-музыки, как я уже сказала, там будут три вида музыкальных инструментов Это будут, ну, непосредственно маленькие, да, маленькие инструменты Это будут игрушечные инструменты, как правило, советские, можно будет поностальгировать По металлофончику поиграть, в барабанах постучать И это будут сувениры, вот, например, труба у нас сувенирная такая То есть это можно будет выиграть в каких-то конкурсах? Нет, в конкурсах можно будет выиграть сладкий подарок Наши друзья решили приготовить в виде музыкального инструмента какого-то сюрприз торт И этот торт выиграет один из посетителей Ну, если Юля выиграет этот торт, то даже в подвале, оставшись на всю ночь Есть у вас в списке, в перечне мероприятий, которые будут, вот, как раз в ночь музеев Такая экспозиция «Попробуй музыку на вкус» Это как раз об этом вы говорите? Да, это об этом, то есть кроме торта там будет представлена выставка Что-то можно будет купить Наши друзья-хендмейдеры стараются, делают разные музыкальные инструменты И также можно будет самим поучаствовать в создании сладкого музыкального шедевра Это как? Из теста? Нет, из конфет То есть будет панно с силуэтом инструмента А каждый участник прикрепляет свою конфетку наклейно Это панно, конфетки разных цветов И таким образом в конце ночи должна сложиться целая картина Слушайте, ну как будет круто! Давайте прямо сейчас напомним нашим телезрителям Когда приходить в Свердловскую детскую филармонию на улицу 8 марта 36? 36, 18 мая Приходить можно с 7 до 2 ночи, как вся ночь музеев проходит Вход со стороны 8 марта, экскурсии каждые полчаса, в общем, всех ждем А в подвал-то когда заведете? После экскурсии, иначе, а то иначе не выберетесь То есть вы будете партиями туда заведеться? Конечно, ну вот когда в подвал набьется Татьяна, спасибо вам большое, очень интересно В общем, дорогие друзья, присоединяйтесь к ночи музеев, состоится она 18 мая Кстати, телекомпания ОТВ тоже будет одной из площадок в эту ночь В общем, увидимся где-нибудь в музее или в подвалах филармонии Но сейчас давайте мы прервемся на короткую рекламу, сразу после которой вернемся в студию Утро ТВ Прочнем ваши смс-сообщения